Здравствуйте, меня зовут Андрей Идрейер, это коммунальный патрульный телеканал Литолк и в этом выпуске. Ее величество председатель, как член правления ТСЖ совмещает должности электрика, сантехника, бухгалтера. Ничего не делает, но годами остается у власти. Дворцовый переворот. С экспертом разбираемся, как можно сместить правление ТСЖ, если оно злоупотребляет полномочиями или не хочет работать. А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толк работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Что делать, если председатель ТСЖ не работает, а у вас не получается его переизбрать? Это про жителей дома по адресу Малахова, 177А. Там председатель настолько злоупотребляет властью, что не просто забросила дом, но, по словам жильцов, в решении вопросов прибегает к физической силе. Подробнее в нашем сюжете. Небольшой, но прорыв. Канализация забилась со всеми вытекающими. Это дом на Малахова, 177А. Проблемы здесь, по мнению жильцов, годами копятся из-за бездействия председателя ТСЖ. А небольшая коммунальная авария стала для жильцов последней каплей. Из этого потом последовала группа людей активных, захотели изменить что-то к лучшему. В доме прекрасно все. От состояния придомовой территории до входа в подъезды. Инициативные собственники решили, пускать на самотек нельзя. Для начала решили найти сторонников. Сделали опрос. В результате опроса, значит, получилось, что к вору мы не набрали. Положено 50 плюс 1%. А у нас получилось 25. Но что удивило лично от меня, то, что все жильцы проголосовали за изменения. Но это только часть жителей акворума. То есть большинство, которое помогло бы совершить переворот в отдельно взятом доме, собрать не смогли. Говорят, много квартиросъемщиков. Поэтому большинства не собрать. Пока политическая система остается прежней. У нас тут типа монархия. Правят два человека. Монархийная госпожа Вагайцева. Визир у нее Татьяна какая-то. Вот как выбрали 6 лет назад. Ни одного отчетно-перевыборного собрания не было. Ни разу не отчитывались перед нами, какая работа сделана, куда деньги ушли. Казна сокрыта, говорят, для всех, кроме фаворита и монарха. Ни одного из прежних сотрудников ТСЖ не осталось. Значит, на каком-то тайном вечере, говорят, было оно, она сказала, что все освобождающиеся должности я могу исполнять. Ну, силу у нее достаточно. Началось просто вымывание людей, выгрызание. Паспортист ушла. Сантехника она съела, я с ним общалась. Электрика недавно она вот эта. У нас человек может все. В этом, по мысли собственников, кроется причина того прорыва, который долгое время не могли починить. В этом и объяснение разбитой площадки, сорнякам, разрушающим отмостку, рассыпающемуся фундаменту неухоженной территории, свалки на заднем дворе и прочему, и прочему. Человек, совместивший в себе все должности, не справляется ни с одной. Недостатки в работе председатель аргументирует просто. У них любимая станет фраза, что в доме живут одни твари и сволочи. Многие жалуются на оскорбление, но единицам пришлось испытать на себе всю силу влияния. Например, председатель не готова просто так отдать собственнику копию устава ТСЖ. Я уже взяла устав и стала выходить. Мне сказали, что нужно... Затолкнули меня, значит, схватили так в грубой форме, она меня затолкала и сказала, давайте расписку. Я говорю, а почему я расписку должна давать? Это устав, который я имею право иметь. Мне пришлось писать расписку, но внизу расписки я написала, что при этом я получила синяки. Она меня еще раз схватила. И я с трудом, в общем, вырвалась и ушла с этим уставом. К человеку, наделенному такой полнотой власти, мы пришли в часы приема. Оказалось, работа действительно ведется. А вы можете ответить просто на пару вопросов нам? Ну, люди пришли в один приемный день и сдали документы. Я их тоже должна обслужить, правда? Главное, все претензии от собственников председатель считает надуманными. Никаких угроз и физических воздействий не оказывалось и не будет оказываться, и не оказывалось никогда. То есть это клевета. А что по поводу качества вашей работы как председателя вы можете сказать? Я можно буду обслуживать сейчас людей, которые в очереди. Сторонники действующего председателя уверены, что все проблемы как раз из-за бунтарей. Капремонт-то должен был уже начаться, а вот из-за этих всех собраний, склок, и вообще, знаете, ну, я вот здесь полгода живу, и первый раз попадаю в такую ситуацию, что вот такая склока в доме. Ну, что это такое? Но то, что работа выполняется недолжным образом, даже в часы приема мы увидели сами. Представитель собственника, который понес ущерб от того самого потока из канализации, долго не мог просто вручить документ. Я прошу вас поставить отметку. Я не могу сейчас, я должна разобраться документом и посмотреть, что я... Нет, это претензия о возмещении ущерба. Я не отказываюсь ничего принимать, но я должна ознакомиться последующей. В смысле, а когда вы знакомитесь, и что будет после этого? Вы откажетесь принимать или нет? В данном случае от председателя требовалось просто принять документы, поставить отметку о получении. Выходит, должность секретаря председателю тоже не дается, как в случае с некоторыми другими функциями. И здесь у собственников есть выход даже помимо переизбрания. Если председатель ТСЖ не справляется, то дальше встает вопрос, что собственник получает некачественную услугу. А жилищное законодательство в этом плане что говорит? Если я получаю некачественную услугу, я имею право на перерасчет. То есть это значит, что я обращаюсь к ТСЖ и говорю, вот не было длительный период времени убрана территория, сделать себе перерасчет. Ну а поскольку собственники, по всей видимости, не обращаются с заявлениями, то он полагает возможным, ввиду тихого умолчания всех граждан, таким образом выполнять эти функции, как попало. Вывод один. Необходимо обращаться к председателю с официально оформленными жалобами. А иначе бухгалтерист ТСЖ так и будет прозрачной, все будет гладко, а правление продолжит крепко стоять на ногах. Ну а как сменить председателя ТСЖ, если он, например, скрывает списки и срывает собрания собственников жилья? На этот вопрос ответит наш эксперт, а также даст несколько простых коммунальных советов. Мы говорим о том, что председатель ТСЖ, он хоть и управляет, руководит деятельностью ТСЖ, но есть еще правление, тот орган, который тоже подконтролен в части вопросов компетенции того, что должно делать ТСЖ. Сам председатель, надо понимать, ну если, конечно, правление не мертвое, то правление может на него здорово реагировать, потому что, как бы там ни было, это коллегиальный орган, который может в том числе и призвать к ответственности самого председателя. Так вот, если мы ведем речь о том, что у нас и правление, и председатели уже на сегодняшний день засиделись и требуют того, чтобы уйти, то мы можем только посредством общего собрания. Что касается общих собраний, то на сегодняшний день не обязательно владеть этими списками, то есть их можно взять в Росреестре, то есть в электронном виде, они стоят не так дорого, есть площадки, которые предоставляют списки собственников тоже через Росреестр, да, там стоимость по каждой квартире варьируется сумма там 15-12 рублей до 20 рублей за одну выписку, да, то есть, поэтому вот исходя из этого можно определиться. Единственный момент это возникает то, что у нас нет реестра, то есть, поскольку мы ведем речь о голосовании именно членами ТСЖ, да, поскольку выбираем коллегиальный орган правления, то всегда встает вопрос о предоставлении соответствующих списков. Так вот, эти списки должны быть в ГЖИ, то есть Государственной инспекции Алтайского края. Поэтому, если не получается найти эти списки, либо вы видите, что возможности этих списков совершенно непонятны истории, и, по всей видимости, они же не актуальны, то вот обращайтесь туда, объясняйте, что мы не находим общего языка, то есть, будьте любезны, дайте списки, для того, чтобы нам провести собрание с теми лицами, которые действительно уполномочены принять решение. Если вашему дому обслуживающие организации уделяют недостаточно внимания, если официальные инстанции не реагируют на ваши проблемы, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник.